Уважаемые жители, меня зовут Демушкин Битрий Николаевич. Я сейчас временно исполняю обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинская. Своей стороны, первое, что хочу сказать, это поблагодарить всех вас, что вы сегодня здесь пришли. Мы со своей стороны сегодня будем делать все от нас зависящее для облегчения жизни обычных людей здесь. Но без вашей поддержки мы не сделаем ничего здесь. Поэтому просим вас, приходите оказывать поддержку. Приходите сейчас, администрация захвачена. Напротив у нас есть, сейчас мы открыли электронную приемную. Любой может прийти с своими вопросами и проблемами. Адрес? Ориентированно в 67 деревья Барвиха. Приходите со своими проблемами и бедами. Пока мы здесь, все, что в наших силах и в наших полномочиях мы сделаем. То, что мы не сможем сделать на уровне в местной администрации, будем делать через депутатов Государственной Думы, которые с нами сотрудничают, подписывают депутатские запросы по вашим просьбам, жалобам и каким-то сигналам. То есть мы можем реагировать, ну пока можем, то есть пока нас отсюда не выдавили. Мы сейчас подписал, я приказ о расселении, распоряжении аварийных домов, которой много лет власть делала все, чтобы не выделить эти деньги, пускай их на разные цели, хотя они есть. Мы сейчас будем заниматься землей. Это будет трудный, тяжелый процесс, не быстрый, но мы постараемся сделать так, чтобы люди, которые с 70-х, 80-х годов обрабатывают свои участки, были их собственной кем. Конечно, нам будут противодействовать, потому что это сейчас колоссальные деньги, и будут они ставить палки в колеса. Для чего сегодня происходит укропнение везде округов? Только для одной цели, чтобы ликвидировать местное самоуправление, чтобы максимально усложнить приход обычных людей в администрации, которые сегодня все эти советы крупные, они более-менее контролируются партией власти. В партии власти нету до вас дела, вы никогда туда не попадете. Здесь было тяжело, а когда будет Одинцовский городской округ, ну вы сами поймите, это уже население, да, сотни тысяч, никто вас слушать уже не будет. Местное самоуправление, которое имеет свои полномочия, которое не подконтрольно местным областным властям, они всячески будут уничтожать и делать его полностью зависимым. С целью того, чтобы глава попал в следующие списки Единой России и избрался снова, он фактически вынужден как заложник выполнять все их требования. Им негласно даже интервью давать запрещают. Это сделано с целью того, чтобы они были безликие и вообще своего мнения не имели, получая все распоряжения из центра и ведя свою работу, исключительно не в интересах людей, которыми они, собственно, здесь и призваны, а в интересах вышестоящих администраций, областной и так далее. Поэтому мы с вами сейчас и в судебном порядке пытаемся обжаловать. Я понимаю, что шансов, может быть, у нас немного, но наше мнение здесь, когда мы с вами выходим, а вы видите, да, какая-то реакция властей, что они всячески пытаются противодействовать свободному волеизъявлению граждан. Хотя у нас, согласно Конституции, мирное и без оружия граждане могут собраться в любом месте города. То есть нам фактически Конституция делает уведомительный порядок проведения собраний, народных сходов, митингов. Мы лишь должны уведомить власти о том, что мы собрались. Мы их, собственно, уведомили. А уже пресекать и разбираться там в нюансах каких-то там административных вопросов, законности, незаконности администрации, это точно дело уже не полиции, а суда. Сейчас идет суд по этому поводу. Мы предоставим все документы на него. У нас абсолютно железные сильные позиции. Мы полностью процедуру юридическую соблюдаем. И сейчас, пока мы находимся, исполняем свои обязанности здесь, я с вашей стороны обещаю, что мы все возможное сделаем без оглядки на любую власть. Если это будет нужно местным жителям, и мы действительно увидим, что мы можем что-то изменить, мы будем на вашей стороне до конца. Со своей стороны прошу только об одном. Максимально оказывайте нам поддержку выходом, беседами с людьми. Объясняйте, что мы делаем. Потому что без вас мы не сделаем ничего. Власть от нас отказывается и пытается нас отсюда выдавить. Единственное, на кого мы опираемся сегодня, это на вас. У меня все. Спасибо.